Впервые об экологических европейских стандартах на топливо у нас заговорили в 2008-м. Тогда же государство обязало нефтекомпании за 5 лет перейти от Евро-1 к Евро-5, последовательно снижая содержание вредных веществ в бензине и солянке. Европейцам для этого потребовалось 17 лет. Добровольцы на машинах и журналисты выехали на большую дорогу, вооруженные специальными емкостями и приборами. Результаты ошеломили. На АЗС премиум класса бензин оказался низкого качества. 92,2. Мы 95 брали вообще. У нас заправки отвратительные, а цены на бензин растут и растут. Ну все, все страдает. Мотор, все, не могу завести, глохнет машина, ужасное топливо. Полетело все, и кольца тарахтеть стали, и все на свете. А сколько дней уже не работали? Уже 3-4 дня, 4 дня уже капитально не можем завести машину. Выехали с Аград, заправились на незнакомый АЗС, и через несколько километров пути машина едва едет. Чтобы избежать такой проблемы, многие автомобилисты используют топливные добавки. Вообще эти добавки, это вещь нужная. Например, в той же самой авиации специальная жидкость И, которую добавляют, чтобы связывать воду. Потому что сам нефтепродукт, бензин, это смесь углеводородов. Среди большого разнообразия топливных добавок специалисты рекомендуют выбирать продукт, содержащий безвредные экологические вещества. Так называемые биокатализаторы. Они существуют в сухом и жидком виде. Добавляют такой катализатор в бензобаковый. Здравствуйте. Со школы мы знаем, что катализаторы – это такие вещества, которые увеличивают скорость реакции. Проведем небольшой эксперимент. В обычный лимонад, который медленно выделяет углекислый газ, мы бросим немного катализатора. И газ сразу начинает выделяться быстрее. Удивительные катализаторы – альтруисты химических реакций. В институте катализа, как у футбольного братаря, главная скорость реакции. И чем она выше? Это явление, когда под воздействием особых веществ катализаторов химическая реакция ускоряется. Причем ускоряется существенно. И специальные катализаторы увеличивают качество бензина. Таким топливом двигателю работать легче, и машина ломается гораздо реже. Таким образом катализаторы могут повышать не только скорость реакции, но и качество продукта. И это качество со временем должно перейти в количество. Каталитические технологии в настоящий момент в развитых странах составляют, по разным оценкам, 35-40% валового национального продукта. Именно каталитические технологии. Понятно, лидеры здесь в США, они там до 40% дотягивают. Вообще высокая скорость реакции нужна не потому, что лень ждать. Так ведь и природе меньше вреда. Элементарно даже зажигалки можно сделать более экологичными. Если катализаторы внедрить в автомобильные двигатели, расход топлива и экологичных машин сразу встанет на уровень европейского. У вас нет отходов, у вас нет вредных выбросов. У вас сразу получается весь... В нашем городе компания «Сочи-Экспо» – первая организация заинтересовавшейся новой линией экологических продуктов для автомобилей. Накануне представители сочинского филиала Краснодарского центра стандартизации и метрологии провели контрольные замеры. И оказалось, что применение биокатализатора снижает вредные выбросы в атмосферу на 75-90%. Причем неважно какое – топливо, бензин, газ или дизель. Попадая в бак, биокатализатор полностью растворяется в топливе и вместе с ним поступает в цилиндр двигателя. При воспламенении катализатор активизируется и образует на стенках двигателя микропленку толщиной 0,01 микрона. Она защищает двигатель изнутри от разных воздействий некачественного топлива, улучшая при этом технические характеристики. MPG Caps позиционируется как биорганический кондиционер топлива. Что это значит? Да, это, ну как, хочется как попроще, да? В отличие от классических присадок, этот продукт, MPG Caps, не меняет химию топлива, то есть не меняет состава, химического состава топлива. Это очень-очень важно, особенно если тот, кто разбирается, что надо опасаться разного рода присадок, которые влияют на цитановое число или октановое число. А тот, кто, ну, кто поймет меня, тот поймет. Вот, то есть это первый показатель, который, за которым надо следить. Этот продукт работает на основе катализа, то есть ускоряющий процесс, то есть какое-то есть вещество здесь, ну, скажем, гидроген, который ускоряет процесс сгорения. Таким образом, топливо за одно и то же время, находясь внутри цилиндра двигателя, сгорает с другой скоростью. За счет этого мы получаем увеличение КПД. Второй момент, я хочу затронуть такой момент, он как бы будет раскрывать этот ответ. А, в общем-то, до того, как прийти, как пришло это на нашу территорию, 200 уже стран пользуются этим. То есть люди, которые живут в более, ну, цивилизованных, что ли, странах, где защищены права потребителя гораздо выше, в законном порядке, то, в общем-то, три года люди всего мира пользуются этим. В рамках компании... Сергей, а экономия реально 40%, что ли? Да, экономия реально 40%. Если базовая ставка 25 литров по трассе, а я отслеживаю и смотрю, сколько он на самом деле ест после добавки биокатализатора, я обратил внимание, что расход был 17. Как я отслеживаю это? Дело в том, что на автобусе... Это по городу, да? Это по трассе. Я по трассе говорю, да. По городу, по городу, при пробках, при всяких трампортных ситуациях, он ест 37-42. На сегодняшний день он ест 25-27 по городу. То есть получается от 42 до 25, вот они 40%. Да, вот они даже 40, пускай даже 35, зависит от силы вождения, зависит от каких пробок в городе. Но биокатализатор работает на 100%. И как вы отслеживаете это? Отслеживаю я еще раз вам хочу сказать, что стоит на автобусе ГЛОНАСС. Что показывает через компьютер? Это называется комбайн Челленджер, это американский комбайн. И сейчас мы у комбайнера узнаем, значит, результаты применения и его мнение о продукте. Значит, вот мы хотели бы узнать результат применения, ну и ваше мнение о продукте. Ну, во-первых... Мнение хорошее. Мнение хорошее, да? Да. Значит, экономия топлива как есть, нету? Ну, если бы мы заправлялись два раза в сутки, сейчас один раз в сутки нам хватает одной заправки. А какой бак у вас сколько литров? 350 литров. 350. То есть на смену у вас где-то около 200 литров уходит или сколько? За смену, да. За сутки выходит 400 литров примерно. А теперь у вас стало уходить гораздо меньше, да? Значит, а покажите, какой продукт вы используете. МПГ. Меня зовут Артём, я работаю инструктором в автошколе. Езжу на Матизе, Деоматиз машина. Вот машинка, да? Вот машинка. Как тебя полностью зовут? Ляшков Артём меня зовут. Расскажи, какие результаты получил. Результаты очень хорошие, мне понравилось. С 8 литров упало до 5 литров. Дополнительная мощность появилась, преемистость. Машина работает еще тише, вот, мягче. Ну, кажется, как будто бы класс машины. Меня зовут Яв Шуське. Я из Николаевского... С Первомаевской Николаевской области. У меня машина Александр Мастар. Экономия 23%. А сколько пользуешься? Пользуюсь продуктом 4 месяца. В бизнесе, в интернете работаю 2 месяца. Ага. То есть, результат по продукции есть, а есть по ходовым характеристикам? Машина стала мягче работать. Быстрее разгоняется. Ты доволен? Лучше себя ведет. Отлично. Продукт бомба. Отлично. Спасибо. Меня зовут Виталий. Мы супруга из Молдовы. Да, вот эта машина, это машина моей жены. Я подарил ей. И мы приехали на ней, потому что у меня вообще 4 машины. И это самое экономное, потому что маленький двигатель, маленькая машина. Конечно, после того, как начали использовать густ, она стала еще экономнее. И летом нужно учитывать летний, зимний режим. Многие это не учитывают, потом обижаются, говорят, что продукт не работает. Я вам скажу прямо, друзья, когда я за рулем, машина ест на литр больше, потому что я люблю форсаж. Я люблю скорость. Когда жена за рулем, машина ест на литр меньше, потому что она женщина, она едет потихонечку, ей спешить некуда. Я доволен. Знаете, до чего я дошел? Мои друзья говорили, что буст вредит двигателю. Я состоятельный человек, мне деньги позволяют разобрать и собрать мотор. Я это сделал. Машина проехала 10 тысяч на бусте. Я специально поехал в сервис и скрыл двигатель. Пригласил всех скептиков. Я говорю, посмотрите, что скажет вам моторист. А в это видео... Да, это видео скоро будет в Ютубе. Я его отдал, пригласил специального человека профессионального. Для того, чтобы все это было заснято. Потому что люди просто не верят в чудо-продукт под названием МПГ. Поэтому, не знаю, я не собираюсь, уже давно не служу за замерами, потому что то, как едет машина, меня вполне устраивает. Тем более, что у меня не одна, еще раз повторюсь, четыре. И на четырех я экономлю достаточно денег в своем кармане. Вы пользуетесь всей линейкой? Да. Да. После того, как мы разобрали двигатель, я подумал, что будет целесообразным залить сюда все, что предлагает компания FIFI. Естественно, что зимой стало легче заводиться. Ну, по крайней мере, мы с супругой довольны. То есть вы довольны? Конечно. Отлично. И бизнесом мы довольны. Так что мы жмем на газ. Спасибо. Следующий. Юрий. Я приветствую вас, друзья. Моим имя Юрий Педрак. Вот мой автомобиль Opel Antara. Кстати, почему мы заметим вам всем, кто на той стороне дома сидит у себя. Вот эту машину я взял с бизнеса компании, которая позволила мне благодаря этому продукту заработать на эту машину 10 месяцев, 10 месяцев сидя дома через интернет 100%, я заработал на этот автомобиль 32 тысячи долларов, ребята. Теперь, MPG Boost, продукт, катализатор горения топлива. 20 месяцев пользуюсь этим продуктом. На этой автомобиле уже пользуюсь, и на прошлом пользовался 20 месяцев. Ребята, это просто шок, позитивно-культурно, мягко говоря. Этот продукт, конкретно, экономит тебе топливо. Этот продукт, он, с твоего автомобиля, с трубы, будет выходить пар, а не газ. Просто пар, а не газ. И благодаря тому топливу, которое у тебя есть в баке, 60 литров бака. Вот здесь, 60 литров бака. На 60 литров бака ты проедешь больше, чем заявляет производитель Opel на 20% благодаря этому продукту. Мой производитель Opel заявляет, что ты можешь проехать с моего бака на моем автомобиле 600 километров. Но почему-то сегодня с MPG я проезжаю 750-800 вместо 600. Ребята, разберитесь, чем вы имеете дело в катализаторе горения топлива. Я желаю вам успехов. Мы однозначно с вами встретимся. Пока. Спасибо.